14.00 ровно и продолжается эфир Кировского Эхо. Здравствуйте, еще раз говорю вам я, Владимир Сметанин. Безусловно, здравствуйте, добрый день. Сейчас скажет Светлана Зайкова. Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас особый эфир, безусловно, да, ведь? Конечно. Нам очень приятно, что в нашей студии наш коллега, ну не в смысле, что мы с тобой писатель и поэт. Совсем нет, не про нас. Мы ведущий Эхо программы Один, писатель, журналист, поэт Дмитрий Жыков. Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Поближе, пожалуйста, к микрофону. Можно, пожалуйста. Поближе к микрофону. Мы анонсировали ваш сегодняшний творческий вечер, мы в том числе. Сегодня в Театре кукол имени Афанасьева, 18.30, начнется ваш творческий вечер под названием «Счастье». Спасибо. Да, вы на этом творческом вечере будете делиться своим счастьем, будете давать рецепты счастья вашим поклонникам, поклонникам вашего качества. А у телевизора всегда счастье. Если человек пишет стихи, значит у него все в порядке. Значит, по крайней мере, зубы не болят, с любовью все. Или плохо, или хорошо, но она наличествует, по крайней мере. Вообще, если человек пишет стихи, значит он еще не потерян для общества и как-то неокончательно деградировал. Когда-то Ахматова сказала «Стихи – праздник поэта». Вот этим праздником будем по мере сил делиться. Вот что написано в анонсе вашего сегодняшнего мероприятия. В исполнении автора прозвучат лирические и сферические стихи, уже изданные, известные старые хиты и так далее. В этот вечер он будет только поэтом и будет читать лирические стихи. Быков поэт, вы в первых. Это не я писал этот анонс. Я-то, конечно, солидарен здесь с каждым словом, но сам я себе не могу так гордо сказать. Я действительно постараюсь сегодня не читать так называемые «Письма счастья», то есть то, что печатается в новое, раньше печаталось в ганьке. Эти стихи, во-первых, хорошо знают и без «Творческого вечера». Я хочу лирику. Во-вторых, у меня есть такое ощущение подскудное, что сейчас людям надо возвращать достоинство или какое-то чувство своей значимости, если угодно. А ничто так его не возвращает, как лирика. Потому что, вот обратите внимание, что из состояния униженного писать стихи невозможно. Я думаю, что это умело только Ахматова. Может быть, поэтому только она и смогла написать реквенда в разгар террора. А вообще, стихи – это ощущение собственной правоты, сказал Мандельштам. И вот, мне кажется, сейчас важно вернуть человеку ощущение правоты. Состояние униженного, то есть состояние, когда крылья сложены, не расплавлены. И даже сломаны просто. Знаете, когда человек растоптан, ему лирику писать очень трудно. Вот Ахматова могла, она умела себя ощущать последней. Поэтому единственное... Вообще, вот это, кстати, интересная тема, я со студентами об этом часто говорю. Вот два человека сумели написать прямой репортаж из террора 30-х годов. Лидия Чуковская, которая была всегда права, и Ахматова, которая была всегда неправа. Значит, это такие, если угодно, две формы святости. Для того, чтобы писать во время полного человеческого унижения, надо обладать либо кремневым абсолютно характером, либо не бояться признаться. Да, вот я растоптан. Это женщина больна, это женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Вот такой надо быть. Я думаю, что сейчас, когда очень многие ощущают себя бесправно, дезориентированно, лирика помогает человеку как-то вернуть достоинство. А ваш секрет того, что ваши крылья находятся в расправленном состоянии? Вы не растоптаны? Я как раз, понимаете, привык к ощущению неправоты, и мне проще оттуда. Для меня Чуковская, это, конечно, очень серьезное явление, литературное и человеческое, но это явление для меня совершенно недосягаемое, и, в общем, от меня далекое. То есть я никогда не был кристально прав, и у меня никогда не было ощущения, что вот я имею моральное право кого-то не спровергать. Вот для вашего города очень значимое имя Герцен, он, собственно, у вас туда состоялся, как писатель. А вот Герцен, это как раз любимый писатель Лидии Корнеевны. Это бичующий, страстный, все-таки человек, исходящий из сознания своей правоты. И как бы жизнь его не ломала, она у него стала довольно криво. Он через всю жизнь пронес это ощущение морального судьи. И он жизнь не любил. Вот в нем сидит такая, я бы сказал, даже ненависть к жизни, ненависть к обывателю, к норме и так далее. Вот нормой называется компания, которая меня привезла. А он норму ненавидит. Я, со своей стороны, человек другого склада, а во мне Герценовского, вот этого обвинительного пафоса. Нет, хотя, нужно вам сказать, что городу Вятки я, конечно, вечно благодарен за то, что главный русский публицист сложился здесь. Но мне близка другая позиция. Позиция все-таки, ну, человека не во всем право. Из этого тоже получается лирика. Иногда довольно неплохая. То есть я скорее в позиции Ахматовой, нежели в позиции Чуковской. Хотя, боже, меня упосят таких испытаний. Вы как-то говорили, что люди теперь ходят на лекции по литературе очень активно, и это своеобразная форма протеста. Да. Ну, видите, здесь даже нечего особенно комментировать. Единственная форма протеста, которая доступна действительно всем, это не вписываться в общую модель деградации. Ну, вот вам говорят, что надо быть проще, тупее. Человек постепенно утрачивает какой-то четвертый план личности, третий, пока не станет, ну, совсем плоским. Я думаю, что даже у Ирины Яровойна есть какой-то второй план личности, так что ее собственные законы, в конце концов, ударят и по ней. Мы все люди сформировали. Мы с вами давно их обсуждали в особом мнении. Обсуждали, да. Люди, сформированные в Советском Союзе, они сложнее, чем сейчас. А сейчас пытаются выпекать, ну, совсем уже такие печенюшки. Мне кажется, что единственный способ противостоять этой тенденции, это заниматься интенсивным самообразованием. Поэтому люди ходят на лекции, читают книжки. И даже, в общем, я знаю несколько своих предельных и ровчан, которые на мой вечер пойдут. Хотя ничего особенно умного там не будет, но, по крайней мере, в рифму. Ну, и то уже как-то борьба с энтропией. Состояние дву личности сейчас возможно? И насколько часто вы его встречаете? Когда человек вообразован, мыслит хорошо, а в какой-то своей системе, вот он винтик, шпонтик. Ну, вы задаете вопрос, не глупый, на самом деле, не праздный, потому что, и более, я думаю, более серьезный, чем вы думаете. Потому что, с одной стороны, как мы все понимаем, да, состояние двумыслия расклевает. С другой стороны, это все-таки какая-то сложность. Когда, ну, сложность изоповой речи, условно говоря, когда человек думает одно, говорит другое, делает третье. Да, эта сложность была той природы, какой мы наблюдали, скажем, в искусстве 70-х годов. Тогда это искусство действительно за счет изоповой речи, за счет поэтики умолчания, достигало колоссальной глубины. Очень многое сумел сказать Тарковский, очень многое сказали Абдрашид Фоминдадзе. Вот вчера я получил в подарок Андрея Смирнова его новую книгу, очень многое сказал Андрей Смирнов и так далее. Это было глубокое искусство и сильное. И люди, которые растут вот в этих давлениях, да, Тарковский говорил, я рыба глубоководная. Это интересные люди, они под этим давлением все-таки чаще превращаются во что-то, нежели в условиях тотальной безответственности. Но, с другой стороны, это, конечно, ситуация растления. Потому что, когда вы правду говорите шепотом и в подполье, когда вы привыкаете играть на всех уровнях, когда вы учитесь конформизму, когда вы учитесь умалчивать. Вот мы здесь, скажем, там сидим 10 минут, а еще ни разу не произнесли фамилию Белых. Хотя это, безусловно, нас интересует. Но мы стараемся обходить наиболее острые моменты, чтобы кто-нибудь потом не сказал. Быков, либерал, приехал в Киров поддержать арестованного выбора. Это не так, сразу хочу сказать. Мы договорились еще в январе, что я сюда приеду. Когда они снова недухомерны. Но они все равно скажут, им не важно. Для них же это все один паттерн. Киров, лес, Навальный, Белых, Быков. Это все она-то выжечь каленым железом вместе с городом Кировом. Но просто привыкание к сероводороду, привыкание к условиям подполья, это не всегда хорошо. Понимаете, это порождает интересные психические феномены. Но, к сожалению, растлевающее действует на несколько поколений. А мы сейчас в каком состоянии находимся? В растлевном, конечно, конечно, в растлевном. Потому что это растление, оно осуществляется по нескольким направлениям. С одной стороны, почти все не думают того, что говорят, и говорят не то, что думают. С другой стороны, ну, вам только что думский депутат Туманов сказал, да, мы все против закона Кировой и все проголосовали за них. Это сказал человек, который отвечает там на минуточку за информацию. Это очень интересно, да? С другой стороны, мы все прекрасно понимаем бред, шпиономания, охвативший нас. Вот бред этого ощущения, что мы одни в мире и все против нас. Мы прекрасно понимаем цену телевизионной пропаганде. Но люди продолжают это смотреть и забавляться. Для них это такое фрик-шоу. И вообще, понимаете, вот я все время ношусь с этой идеей. Есть такое понятие sinful pleasure, греховное удовольствие. Приятно быть плохим. Приятно солидаризироваться с начальством, ползать на брюхи, лизать пятку. Чувствовать, помните, как вот в фильме Эйзенштейна и Иван Грозный, царской ласки захотелось уже. Это такое на уровне эротики почти ощущение. Да, это такой sinful pleasure имеет место. Людям приятно быть плохими. Но это как водку пить, понимаете? Пока пьешь хорошо. Утром очень плохо. Ну так ведь это когда еще будет утро, понимаете? А пока очень хорошо. Пока очень хорошо. Я об этом ностальгически говорю. Сейчас я не пью, я уже лет 10. Но смотреть, как это делают другие, я иногда могу. Ужасное ощущение. Ужасное ощущение. У людей начисто отрубает критичность. Но утром им очень плохо. Кстати, по поводу Госдумы с интересом почитала. Ваш текст на совеседнике, в том числе, опубликованной. А, двое благодарность? Да, да, да. Ну, видите, я им действительно благодарен за наглядность. Другой вопрос, наглядность чего? Тогда, благодаря этим людям, Россия начинает у всего мира ассоциироваться вот с этими думскими персонажами. Такого контр-пиара, по-моему, России еще не делал никто. Ну, с другой стороны, народу нравится. Посмотрим, что будет в сентябре-октябре. Вы знаете, тут был съезд же «Единая Россия» на выходные. Я вот такие вещи не отсматривала, тут подают какие-то фрагменты. И там Владимир Владимирович говорил о том, что нет ничего страшнее. Там он перечислял чего-чего-чего. И что-то сказал, опять же, про предательство государственных интересов. Я прямо испугалась в этот момент, правда. Я застыла перед телевизором. И сразу стала думать, какие же интересы я могла предать вчера, сегодня, завтра и ночью. Он говорил, он говорил про тех, кто дает невыполнимые обещания. Я этот текст изучил подробно. Ирмин Эфтика, наше вообще второе счастье. Тут же, понимаете, он пытается до них донести, что предателями вполне могут оказаться они в любой момент. Что предатель – это не обязательно пятая колонна. Пятая колонна заканчивается, у нас не так много. Нам нужны какие-то новые люди, которых надо бросать в пасть Левиафану. Мы же понимаем с вами примерно, как устроено российское управление. Тебе дают какой-то участок жизни. И говорят, ты на нем можешь лютовать, как хочешь. В какой-то момент тебя надо сбросить народу. Ну, как балласт просто. Да не потому, что ты виноват, не виноват. Это не важно. Ты не можешь быть невиновен. Просто будь готов к тому, что в какой-то момент твоя глава полетит, а твое имущество будет раскассировано. Вот это совершенно нормальные условия игры. И вот тут мы подходим как раз к задержанию Никиты Ильича Белых. Это про эту историю? Нет, там другая история. Я не могу точно сказать, что там. И пока он не предложит свою версию событий, мы ни о чем говорить не можем. Пока мы слышали только содержащую массу противоречий и официальную версию. Я могу сказать одно. Я очень не радуюсь всегда, когда кого-то сожрут. Вот есть люди, которые всегда... Человечески, да? Да. Есть люди, которые испытывают злорадный восторг. Злорадный восторг бывает двоякого вида. Одни говорят, не надо было заигрывать с властью, будет либерал, так уж ты и будет либерал. Другие говорят, а попался, попался. Вот это, понимаете, в России тюремная система потому так ужасна. Она не изменилась в чехских времен с острова Сахалин. Это в общем убийство, конечно. Человека помещают в чудовищные условия, нечеловеческие. Но они должны быть нечеловеческими, чтобы все боялись. Страх тюрьмы самый страшный русский страх. Это такая национальная клаустрофобия. У нас тюрьма не средство исправления, а это главные, если угодно, духовные скрепы. Потому что это тот моральный ориентир, который для всех, это то, чего боятся все. И она должна быть нечеловеческой. Потому что главный стимул поведения всех это страх, ужас, кошмар. Вот всех постоянно кошмарят. Я очень не люблю ситуации, когда человек сажают. За что бы то ни было. Посадить можно любого. В России не работает, как вы знаете, ни одна гарантия, ни одна защита. В любой момент любой может сесть. И всегда остальные будут радостно потирать руки. Потому что когда начнутся массовые репрессии, начинаются обычно с воспоставленных персонажей, чтобы демос потирал руки и говорил, а, а, давно пора. Потом уже, когда за ними придут, они это воспримут как должное. Я очень не люблю ситуации, когда главные новости в стране это обыски, посадки, допросы, доносы, шпионы и так далее. Ну, посмотрите, в первой строчке всех новостей отозваны лицензии у банка. Обыск у того-то. Арестован тот-то. Привлечен к допросу тот-то. Иммигрировал тот-то. Даже не спло... Ну, для кого-то это позитив. Понимаете? Кто-то в этой серной кислоте купается. Ну, это масса обиженных богом людей, которые сами ничего не добились и радуются чужому неизвержению. Обыск у соседа. Какое счастье! А всю жизнь он мне, можно сказать, в суп привал, а тут к нему, да, пришли и отняли весь суп. Это нормально, но... Конечно, это вызывает омерзение. Омерзение, ожесточение. Страна, которая живет страхом, она ничего хорошего произвести не встает. А как много там так можно жить? Ну, как показывает практика, мы так живем 7 веков, в общем. Потому что вся российская история, это история, наверное, пыточная. История дыбает, ну, да, государево слово и дело. Но, как показывает опыт, люди выполняют эти обязанности, в том числе палаческие, все более спустя рукава и все более подмикивая, подхихикивая. Посмотрите, ну, у меня есть такая книжка, круг 7, сейчас она будет выходить. И там, значит, есть такая ниша. Пестель, еще раньше там, Болынский, Тухачевский, Ходорковский, да? Ну, вот там Болынскому вырвали язык и отсекли в голову. Пестеля повесили. Тухачевскую расстреляли. Ходорковского посадили на 10 лет и выпустили. То есть, некоторое смягчение нравов все-таки наблюдается. Так что, есть шанс, что следующий круг российской истории, это будет уже вообще чистая игра. Игра в войну, игра в пытки и так далее. Постмодернизм чистый. Но вот сейчас еще круг такой более-менее последний. Следующий будет уже совсем пародийный. А дальше, хочется надеяться, начнется что-нибудь более линейное. Как вы сказали, это любопытное слово, вернее, написали, после революции начинается мега... Что? Мега-что? Мега-что. Вот роль революции в истории. Нет, там я не помню, какое именно слово вы имеете в виду, но то, что после революции начинается заморозок, это совершенно очевидно. Да, начинается абсолютное внешнее продолжение этой революции при глубоком ее внутреннем перерождении. Ну, это бывает почти всегда при революции, но в России это особенно наглядно. Посмотрите, какая реакция там в лице Берона наступила после Петра, да, Иоанна Иоанна. Посмотрите, какая реакция в виде Сталина наступила после Ленина. Посмотрите, какая Рокчевщина настала после Спиранского. Это, ну, другое дело, что... Когда-то Мережковский, мой любимый автор, уже писал, что реакция у нас, это не реакция. Реакция – это у нас нормальное состояние. Да, мы не реагируем, мы в этом живем. Как раз эксцесс для нас от революции, а реакция – это наше плоть и кость. Я надеюсь, что это сейчас закончится, потому что сейчас уж в очень глупом виде это все предстает. В прошлом году Вы говорили о том, что нынешнее состояние российского общества ведет почти неизбежно к войне, даже вне зависимости от желания ее политического руководства. Говорили об атмосфере военного психоза. Она и сейчас ощущается, не считается? Я думаю, в гораздо большей степени. Я думаю, что сейчас все эти учения, все эти беспрерывные разговоры о злобных англосаксах, вообще, если человек в разговоре с вами управляет термином англосакс, лучше диалог сворачивать. Дальше все понятно. Дальше он скажет «Хартланд», «Геополитика» и все. И разговоры и все. Ну вот то, что мы живем в окружении враждебных англосаксов, и как хорошо, что у них случился Брексит, что они раскололись. Мы же с вами понимаем, почему Британия хочет выйти из Евросоюза. Они хотят снять с нас санкции и с нами дружить. И это говорится про Британию, которая еще вчера была враг номер один. Главный англосакс, потому что именно англичанка гадит. Эта англичанка поссорила нас с Гитлером, англичанка всю жизнь Крымскую войну нам устраивает. Теперь мы англичан же полюбили страстно. Они вышли из Евросоюза. Ура, теперь скоро они нас вообще бросим в наше объятие. Конечно. Нет, Королева, я писал об этом, может. Но вообще-то, конечно, совершенно очевидно, что Британия вышла из ГЕС только для того, чтобы вступить в таможенный союз. Это совершенно очевидно. Но, понимаете, даже самая непоследовательность этих людей, она очень смешна. Но то, что военный психоз есть, посмотрите, подавляющее большинство новостей, новостях, ну, после репрессии сразу, это новости зарубежные. Там все плохо, очень плохо. Сейчас еще Трамп победит, и Америка вообще станет главной темой. Ну, когда победит Трамп, у нас будет радость, наверное. Сначала восторг, потом ужас. Но Трамп, конечно, не победит. Я вот не берусь, как большинство аналитиков, и говорить, я съем свою шляпу. Тем более, что шляпы у меня и нет. Но есть у меня серьезное подозрение, что на этой волне победит Хиллари. Тоже ничего хорошего, но все-таки интереснее. А давайте о сфере культуры поговорим. Давайте о стишках. О стишках. Мы уже доказали, что мы не трусы, да, мы можем коснуться любой темы. Давайте теперь о стишках. Культурная политика государства. Она вообще есть у нас. Знаете, мне кажется, что она не нужна. То есть, знаете, есть такой ролик такой рекламный, где девочка говорит отцу, папа, а ты налей и отойди. Вот это вот должна быть культурная политика. Про сок сейчас речь шла. Речь про сок, конечно. Она говорит, ты лопнешь, папа, а ты налей и отойди. То есть, вот налить соку и отойти. Государство не должно культуре мешать. Вот и все. А давайте ей приоритеты, поощрять, неважно, Гугл-центр она будет поощрять абстракционистов, сюрреалистов, Кирилла Серебренникова, Станислава Говорухина, неважно, кого будет поощрять. То есть, свободный, горческий... Нет, ну просто вообще государство не может влиять на культуру. Обратное влияние возможно. Культура влияет. Но государство, как оно может повлиять на культуру? Дать одним художникам денег, а другим не дать? Если художнику надо, он снимет на мобильный телефон. Я вообще считаю, что министр культуры, это такая, в общем, гробовая должность. Мединский, он же, вот тоже меня всю жизнь ругают за то, что я его пытаюсь защитить. Но у меня к нему корпоративные чувства. Он, как я, вузовский преподаватель. Он хороший преподаватель был. Его студенты любили. Он умеет весело, интересно рассказать. Его роман «Стена», пусть модернистские, со смешными цитатами, да, из Маяковского и других. Он, наверное, веселый роман вообще. То есть, Мединский, он человек сам по себе не вредный. Но вот он оказался на этой гробовой должности, и мы перестали узнать. Он какую-то чушь понес ужасную, какие-то мультфильмы. До этого там Довлатова назвал писателя в 19-е годы. Ну, не важно. Ну, не надо ему этого делать просто. Это должность расстрельная, духовно расстрельная. Не надо государству министра культуры. Пусть государство занимается библиотеками, музеями, все еще любят музеи, да, и, ну, кинотеатрами. А заниматься культурой в целом государство не должно. Идеология не его сфера. Кто же будет поддерживать писателей, режиссеров? А что, они сами не ходят писать, лишь что их надо поддерживать? Меня поддерживает кто-нибудь? Никто абсолютно, а я, однако, пишу. Еще раз хочу подчеркнуть, я приехал сюда не для того, чтобы поддерживать Белыха, и не потому, что его друзья мне заплатили. А если я назову сумму гонорара, вам вообще станет смешно и стыдно, поэтому я не буду этого называть. Но я сразу вам хочу сказать, меня никто никогда не поддерживает. И вообще писателя никто не должен поддерживать. Пункт классический. Никто поддерживает Путина. Путин ходит сам. Вот я считаю, что так и надо. Дмитрий Быков в эфире нашей радиостанции. Напоминаю, что сегодня вечером на 17.00 в театре. 18.30. Приходите к 6.00. Заранее, да. Там же книги будут. Еще, кстати, сессия. После вечера, да, я распишусь всем, кому надо. Но вообще интенсивность этой рекламы вашей, например, уже наводит меня на мысль о том, что там не будет просто никого. Ну, приходите, пообщаемся втроем. Подумаешь, проблемы-то. Кстати, общение затем с слушателями, Оно регламентировано по времени? Там записки, записки. Ну, там я буду сначала читать старые стихи, потом записки, потом читать новые стихи, как я всегда и делаю. А можем сделать наоборот. Сначала новые, потом записки, потом что-нибудь совсем ностальгически милое. Но есть ощущение, что вам не избежать все равно записок, которые не касаются... Ну, вот из трех пришедших человек один напишет записку, я подробно отвечу. Хотя, на самом деле, там очень многие собираются. И мой привет всем, кто собирается. Если, на самом деле, заглянуть на сайт, где можно посмотреть размещение вот этой ряды, кресла, то там, по-моему... Да, я даже, честно говоря, боюсь уже звать, потому что билеты-то проданы. Но вы приходите, как вы знаете, волшебное слово один открывает любые двери. Кстати, вот, Дмитрий Георгиевич, хочется спросить. Вы не просто медиа-личность, вы такая мега-медиа-личность. Вы сотрудничаете и публикуете? Замек на свою толщину, считаю непристойным. На разных интервью, в разных изданиях, на разных площадках. Как к этому вы пришли? Никак я не пришел. Послушайте, я не получаю, как вы знаете, финансовой поддержки. Ни от Запада, ни от посольств, ни от Никиты Белых. То есть ни от кого абсолютно. Я, хотя, честно говоря, давно уже как-то, ну, хочется просто подтвердить... Подтвердить, понимаете, подтвердить немного все эти слухи о Газдеповских печеньках. Я никогда не видел Газдеповские печеньки. Должно быть, это очень вкусно. Но как-то это все летает мимо меня. И я, значит, ну, некоторые считают формой поддержки меня даже то, что я просто выступаю, например, там, в Ясной Поляне. Или преподаю в Принстонском университете. Ну, ребят, ну, честное слово, это очень небольшие зарплаты, и получаю их от университета. Но это совершенно не является формой поддержки со стороны Газдепа. Станьте интересны к Принстону, и они вас позовут. И это все к тому, что, значит, я вынужден зарабатывать на жизнь. Из всех писательских форм заработка, я считаю, что не мешают писателю работать только две. Преподавание и журналистика. Я занимаюсь тем и другим. А журналистика, она вообще такая, понимаете, полезная штука. Она все-таки не дает крови заставиться. Ты все время куда-то летаешь, кого-то интервьюируешь. Тебе интересны другие люди помимо тебя самого. Так что вам, всем, кто еще не занялся журналистикой, дорогие слушатели, я рекомендую заняться этим немедленно. Платят мало, но зато очень увлекательно. Это редкий просто совет в наше время. Обычно, да. Собирать информацию. Это самое интересное. Что сейчас делать, Денис Драгонский замечательно сказал? Наблюдать. Когда врач подходит к безнадежному больному, да, и спрашивает у профессора, доктор, что делать, да? Слайды делать. А можно добавить? А можно добавить не просто наблюдать и собирать, но еще и сомневаться. Сомневаться тоже в нашей работе. Мы задаем вопросы, да. А ответы пусть и еще достаем. И я хотела про детей спросить вас. Меня их двое. Да. Это вообще особая информация. Даже больше, если говорить о тех... В Википедии, правда, одно время была информация, что трое. Но я думаю, просто они знают больше, чем я. Иногда ведь не уследишь, понимаете. Раз, и ты уже отец. Ну, это была фраза Жванецкого. Но я контролирую этот процесс. Да, начали мы с того, что мы сейчас находимся на стадии разложения в связи с тем, что какой информационный у нас фон и прочее, прочее, прочее. А что касается детей? Вот они сейчас какие? Как с ними разговаривают? Ну, понимаете, вот вы задали самый страшный вопрос. Что у государства, которое находится действительно в стадии разложения и деградации, это совершенно ни для кого не секрет, это открытым текстом говорят первые лица государства. Приравнивая таковое поведение к предательству. Ну, и вот у нас при этом выросло гениальное поколение. Что с ним делать, я не знаю. Я наблюдаю. Это, кстати, это сошло уже на нет, потому что вспышка вот эта, она действительно очень локальна. Люди 95-го, 2000-го годов рождения, почти поголовно, значительно умнее, быстроумнее, широко образованнее своих предшественников и последователей. Вот я смотрю сейчас, например, 11-й класс этого выпуска, это уже обычные дети. Ну, правда, в 10-х я опять наблюдаю некоторую положительную динамику. Проще всего сказать, что это связано с айфоном. Но я не верю в техногенные причины такой эволюции. Айфон не помогает память. Айфон ее скорее убивает. Потому что вы всегда можете посмотреть и вам не обязательно помнить. Вы можете получить справку. Поэтому я думаю, что здесь причина не техногенная, а может быть просто та, что чем первосортнее среда, тем первосортнее продукт. Мы сейчас живем в среде, безусловно, первосортной. Да, это маразм. Но это маразм очень высокого качества. Маразм, который, по сравнению с Брежневской эпохой, гораздо тотальнее. Там есть, конечно, отдельные люди наивные, которые мне говорят, ну, при Брежневе было гораздо хуже, сейчас вы можете, по крайней мере, уехать. Но что это за страна, главное преимущество которой, возможность уехать. Конечно, при Брежневе до такого идиотизма не доходить. Вы попробуйте сейчас снять хоть один фильм, хоть мультик того класса, который снимался при Брежневе. Калифаиста, попробуйте сейчас снять, я на вас посмотрю. Конечно, то, что происходило в России в 80-е годы, было по уровню сложности, культурности, глубины, ну, на 10 порядков выше. Сейчас очень качественный маразм. И, может быть, поэтому выросло поколение блестящих детей. Умных, честных, быстрых. Но что они будут делать, я не знаю. Какое в них будущее? Мы сейчас... Ну, не дай бог, если война, тогда их просто выбьют, как выбило поколение эфлицев, но я этого не хочу очень. Никто из нас не хочет. Никто не хочет. Нет, есть люди, которые хотят. Посмотрите, был опрос, по которому указал, готовы ли вы своих детей, там, своих родственников отправить на передовую. Там две трети готовы. Но я не вхожу в эти две трети. На днях сэр Йен Маккеллен приехал в Екатеринбург. По поводу четырехсотлетия со дня смерти Шекспира. Я, честно говоря, еще раз, то есть, ощущение такое, что к нам уже никто такой не приедет. Но он взял да и приехал. Он взял да и приехал. Это хорошо, слава богу, что он приехал. Он сказал следующее. Историки никогда вам правду не расскажут, они не способны это сделать. А писатель, с его великим воображением, может рассказать правду, даже если изменить факт. Это он говорил о том, что историю имеет смысл изучать по литературным произведениям. Нашу историю тоже надо будет изучать по литературным произведениям? Нет. Нет. Вот здесь, понимаете, какая штука. Сложная очень вещь. Казалось бы, такой маразм, он взыскует какого-то литературного выражения. Но то ли ситуация несвободы так сильна, то ли страх так глубоко въелся. Люди не описывают реальность вокруг. Я не знаю сейчас ни одного реалиста, который бы писал про то, что есть. Александр Проханов пишет какие-то сказки совершенно непонятные, больные плоды своего очень нездорового воображения. А то, что происходит в реальности, ну напиши, это будет такой гротеск, такой абсурд. И никто этого не пишет почему-то. Так что, видимо, знаете, как у Ахматовой тоже сказано, а просто мне петь не хочется, там, подзвон, чего не буду уточнять. Но поищите. То есть право про наши времена мы потом не узнаем. Поищите, да, поищите в интернете и вы прочтете. А я боюсь. То есть у меня есть полное ощущение, что сегодняшняя российская литература пребывает в каком-то заговоре молчания. Может, и противник просто про все это. Это такой элемент литературной брезгливости, это мне не выше всего этого. Боюсь, что страх, потому что, скажем, ну в 90-е не было же брезгливости, в 90-е люди же писали об этой реальности. Сейчас они боятся о ней говорить. Наверное, потому, может быть, знаете, есть такое, что Жалковский недавно правильно сказал, очень силен такой страх, а вдруг я не прав, а вдруг они все правы, вдруг это я иду не в ногу. А для того, чтобы писать, надо все-таки действительно как-то, пусть в себя греховного, пусть в себя неправильного, но верить. Надо в себе иметь трезвую основу. Если ты думаешь, что ты хуже всех, вот думай, что ты хуже всех. Ну, по крайней мере, знай, что ты такое. А сейчас у людей какое-то зыбкое болото внутри, но на болоте ничего не напишешь. Это действительно про веру в себя совершенно точно сказано. Выбили из людей эту веру в себя. Я боюсь, да. Понимаете, ты можешь быть худшим из худших, но тогда будь к этому готов. Вот как Ахматова, который говорит, я дурная мать. Вот скажи про себя так. Я последний. Она всю жизнь говорит, первый, ты будь последний. Я последний. Но будь готов к этому. На позорном помосте беды, как под тронным стою Балдахин. Она сейчас очень актуальный автор. Но обрети в себе эту опору. И тогда ты сможешь говорить. А пока люди, к сожалению, молчат и кряхтят. И сбиваются в колонну. Ну, не знаю, сбиваются ли они. Как раз, я думаю, сейчас очень атомарное общество. Они никуда не сбиваются, к сожалению. Но они лишены голоса. Вот это очень печально. На чем работаете сейчас? Я на одном работаю. Во-первых, я готовлю все-таки книжку по итогам этих всех эфиров. Она так и будет называться. Один. Во-вторых, я дописываю роман «Июнь». Я, понимаете, как? Я Маяка, например, Маяковскую, я дописал очень давно. Ну, я правил ее, что-то вписывал. Но я его печатать очень не хотел. Потому что у меня нет ощущения, что в этой книге есть аудитория. И вот точно так же я ее не дописываю. Это очень важная для меня книга. Я ее прожил сначала, потом ее написал. Это часть трилогии, да? Это да, это вторая часть. Это очень важная для меня вещь. Очень любимая, очень субъективная, очень болезненная книга. И я думаю, что одна из лучших. Но мне так не хочется ее печатать, если вы знали. Просто мне не хочется ее заканчивать. А во-вторых, когда я обсужу, что каждый в этой ране будет рыться, понимаете, вот этого я совершенно не хочу. Мне нравится так, что она у меня лежит на рабочем столе, как когда-то она лежала бы в столе. И мне нравится ее там оглаживать, вписывать главку, убирать главку. Но то, что она выйдет, и то, что будет обсуждаться идиотами, которых стало очень много, это меня мучает. Хотя, может быть, эта книга довольно такая. Это роман про любовь. Там много довольно откровенных вещей, откровенных во всех отношениях. Там очень много про меня. Ну, я не хочу это печатать. Кстати, каковы условия, в которых вы работаете? Это длинный кабинет? Какой кабинет? Я сижу за столом. На ходу, набегу, получается. Я сижу за столом в небольшой трехкомнатной квартире на спальной окраине Москвы. И калачу по клавиатуре любимого компьютера либретта Тошиба. Говорю, это не в порядке рекламы, а в порядке ответа на вашу вопрос. Я люблю либретту Тошибу. Она мне нравится. Но по клавиатуре у меня, правда, отдельная. Потому что там очень маленькая клава, а я все-таки человек крупный. Вот я сижу и по ней что-то там стучу. Потом это перечитываю. Потом это прячу на рабочий стол. Я все равно по договору обязан сдать июнь в этом году. Но если бы знали, до чего мне не охота. Я еще люблю, чтобы в комнате кто-нибудь был. Или рядом, по крайней мере. Ну что... А что это правда? А, черт его знает. Паскаль заслонялся от безд и ставил рядом с собой стул. То есть это может быть неодушевленный кабинет? Нет, лучше, чтобы... Потому что стул в моем случае не работает. Мне хочется, чтобы рядом были... Я вообще как-то не очень люблю быть один. Ну, я могу это переносить, но... Вот, кстати, это интересно. Понимаете, тексты, написанные в одиночестве, они другие. А когда кто-то за стеной шуршит или рядом ходит, то это приятнее. А еще приятнее там, если дочка подойдет, яблочко даст. Ну, какое-то возникает ощущение смысла всего. Мать там тоже. Время, к сожалению, завершается. А кто ж он белел вообще? Так мало. Наши беседы, еще раз напомним, что сегодня... Пол седьмого, все в Театр Кукол. Театр Кукол, на улице с Паской. Дмитрий Бык. Спасибо. Спасибо, всего доброго.